Я полагаю также, что очень многое следует нам менять в управлении ВУЗом. На мой взгляд, все равно надо пересматривать способы, скажем так, действования ученого совета, и функции его должны быть расширены, и ответственность увеличена за принятие решений. Мне кажется, отличным предложение, которое прозвучало на одном из факультетов, все-таки проведение вот таких совещаний конкретно с теми исполнителями и людьми, которые заняты делом, как говорится. То есть не где-то решает проректор, давайте сделаем вот так, и ни с кем не совещаясь, уже спускает директиву вниз, а все-таки разговаривает с теми, кому потом это исполнять. Мне кажется, что вот наши исполнители, кто на местах занимает ответственные там должности, от заместителей по воспитательной работы до просто наших замечательных заведующих кафедрами, они столько знают, как сделать, что вот достаточно просто слушать людей и эти их идеи и советы внедрять в жизнь. Мне кажется, что это будет единственный правильный путь. Я, конечно, говорю здесь о том, готова говорить и рассуждать о том, что вот эта тенденция к слиянию, разлиянию, там, к бесконечным каким-то попыткам переструктурировать наш коллектив должна все-таки быть с нами сейчас всерьез отодвинута. Потому что пока вся вот такая работа, на мой взгляд, из общения с преподавателями и работниками университета, я это поняла очень точно, она ведет просто к увеличению некой такой социальной депрессии и печали в коллективе, которая никак не дает нам результатов. То есть отчаяние, в котором оказываются люди, вот я другого слова не подберу, это все-таки та грань, за которой уже мы не можем развиваться, а, к сожалению, мы можем только вот как-то поддерживать там свое существование. Мне это тоже кажется неправильным. То есть, несомненно, мы должны это тоже не иметь. Я думаю, что очень многое в нашем университете прекрасно разработано, но, к сожалению, остается частными инициативами наших работников, не поддержанными там на уровне тех же, ну не знаю, элементарной какой-то финансовой поддержки, ни в структурных подразделениях, ни в высших. И я рада, что, несмотря на это, люди продолжают эти инновации внедрять. У меня вот целая коллекция таких проектов, которые люди реализовали сами, не спрашивая уже ни о чем, потому что они не могли по-другому вести образовательный проект. И я думаю, что сейчас нам надо просто это все собирать, все это однозначно поддерживать и все это проводить в жизни. То есть это очень, вот мне сейчас понятно, что делать, как делать, в каком подразделении и так далее и тому подобное. Если говорить о ключевых проблемах, которые все равно неизбежно перед нами встанут, конечно, я понимаю, есть ее секундные проблемы тяжелые, которые связаны с последним мониторингом вузов, и их, конечно, решать будет ректор, то есть это правильная и четкая позиция. Но решить нельзя методом, ну как бы ничего не меняя в университете. Но не изменится цифра в инфраструктуре, если мы ничего не будем менять. Все равно надо и строить, и делать, и решать это коллективно. Мне хочется, чтобы строчка в уставе, где говорится о том, что ректор осуществляет свою деятельность на основе сочетания единоначалия и коллегиальности, выполнялась во всех ее пунктах, не только в пункте единоначалия, но и коллегиальности. И коллегиальность должна быть ответственной. Это не так, что кто-то решил, а это не я и так далее и тому подобное. Мне кажется, что вот здесь очень хороший потенциал изменений в работе нашего университета. Сегодня очень важный день для Челябинского университета. Сегодня мы с вами решаем, какой будет его судьба. У нас есть шанс, у нас есть возможность сохранить свою самостоятельность. И эта возможность может быть реализована при успешном проведении сегодняшних выборов. Именно сегодня у нас есть возможность сохранить наш университет, наш Челгу. Никогда судьба университета не зависела от нас в такой мере, как сегодня. Огромная ответственность и судьбоносный выбор. На прошлой неделе мы узнали, что Челгу оказался в красной зоне по результатам последнего мониторинга эффективности за 2013 год. Но кризисово всегда новые возможности. Критерии оценки мониторинга выступают ориентиром для развития ВУЗа. Показатели, которые оказались ниже пороговых, это ориентир для нас. Какие направления нашей деятельности нуждаются в корректировке. Мониторинг побуждает нас работать не в режиме функционирования, а в режиме развития. Челябинский государственный университет за годы своей работы сформировал новую интеллигенцию, новое лицо города. Наши выпускники работают в ведущих организациях, на лучших предприятиях. Они определяют политику развития региона. Но наступило время, когда и нашему университету надо меняться. Надо оценить проблемные зоны и наметить новые пути развития ВУЗа. Обозначим несколько ключевых аспектов, играющих огромную роль в развитии нашего университета. Одним из важнейших стратегических направлений является развитие кадрового потенциала. Я думаю, и хочется же вам. Да, хорошо. Вот наш коллектив породил двух девочек. Я всю жизнь хотел мальчика по жизни. Не сочтите за фамильярность. Но у меня всю жизнь рождаются девочки. Я их всех люблю, потому что они наши, родные. Кто в своей жизни отказался от детей? Хочешь мальчика, рождается девочка. Все равно родная. Вот мы их породили, и нам из них выбирать. Теперь, хочу сказать большое спасибо с этой трибуны по поводу вчерашнего события. Я был рядом с рабочей группой, которая принимала решение о судьбе университета. Это было чрезвычайно тяжело. Это было утомительно. Это было волнительно. Но в чем я убедился вчера и в предыдущие дни? Что друзей у нас гораздо больше, чем мы, может быть, представляем. Потому что губернатор Челябинской области Дубровский Борис Александрович, правительство Челябинской области мгновенно, очень быстро, оперативно встали на защиту нашего университета по результатам мониторинга и выразили поддержку. Поддержку зафиксировали отдельным письмом. Оно сыграло свою роль на рабочей группе. Без него было бы тяжело. Отдельное спасибо Министерству образования и науки Челябинской области и конкретно Галине Михайловне. Урна прозрачная. Для этого памяти. Уважаемые делегаты, разрешите обратить протокол заседания счетной комиссии. Протокол номер один. Слушали Якубовича Евгений Николаевича о предложении распределения обязанностей. Постановили распределить обязанности следующим образом. Председатель счетной комиссии Малькова Татьяна Викторовна. Секретарь счетной комиссии Конвессорова Любовь Петровна. Члены счетной комиссии. Борнистер Владимир Александрович, Сбродов Ильяна Александровна, Якубович Евгений Николаевич. Протокол номер два. Заседание счетной комиссии. Слушали Малькова Татьяна Викторовна. Заключение о результатах голосования по избранию ректора ВУЗа. Общее число списочного состава делегатов конференции. 118. Число зарегистрированных кандидатов. 114. Число выданных избирательных бюллетеней. 113. Число погашенных неиспользованных бюллетеней. 5. Число бюллетеней, оказавшихся в избирательной уровне. 113. Число действительных избирательных бюллетеней. 104. Число бюллетеней, признанных недействительными. 9. Число голосов, поданных за каждого кандидата, исключенных избирательных бюллетеней. 1. Загидулина Марина Викторовна. Количество голосов. 23. 2. Целинг Диана Александровна. Число голосов. 81. Восстановили. Считать избранным ректором Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Челягинский государственный университет Целинг Диану Александровну, набравшую 81 голос. Доля 71,68%. Уважаемые коллеги, хочу сказать спасибо большое за то доверие, которое мне сегодня оказали. Спасибо тем, кто поддержал меня сразу, и тем, кто поддержал позже, тем, кто сегодня голосовал за университет. Спасибо вам огромное. Я понимаю, что это очень большое доверие и огромная ответственность, и что на самом деле сегодня все только начинается. И впереди много работы. Я надеюсь, что вы меня будете поддерживать и дальше. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ